Кто такой Сэмюэл Банкман? Он известен под своими инициалами СБФ, и по сообщениям его собственный капитал составляет 16 миллиардов долларов. Политический мегадонор демократической партии он запустил Экс в 2019 году после того, как два года занимался криптоторговлей. Он часто ходит в шлепанцах и пишет в Твиттере о том, что спит в офисе. В настоящее время примерно 130 компаний являются частью этой заявки по главе 11, включая Alameda Research, торговое подразделение. Это самый безопасный и простой способ покупать и продавать криптовалюту. Криптовалютная империя сделала ряд дорогостоящих инвестиций, связанных со спортом, в том числе в высшую бейсбольную лигу, судьи которой носят логотип компании. И несмотря на то, что в прошлом году была заключена 19-летняя сделка стоимостью 135 миллионов долларов, команда и округ Майами Дейт говорят, что сообщения Экс крайне разочаровывают. У нас нет риска на ночь или на выходные. Даже давая показания перед Конгрессом в прошлом году о регулировании криптовалют, все наши публичные рыночные данные открыто доступны и бесплатны, где параметры риска прозрачны. Платформа SBF, на которой пользователи покупают и продают цифровую валюту, в начале этого года была оценена в 32 миллиарда долларов. Многомиллиардная компания, управляемая Сэмом Банкманом Фридом, потерпела крах. Компания подала заявление о банкротстве по главе 11 в пятницу, а Банкман Фрид опубликовал сегодня в Твиттере заявление о виновности. Министр финансов США Джанет Йеллен сказала Блумбок, что она убеждена, что этот сектор требует очень тщательного регулирования. Подходящим местом для этого было бы, чтобы Конгресс принял какое-нибудь надлежащее законодательство, чтобы действительно обеспечить ограждение для этого. Через несколько часов после подачи заявления о банкротстве 900 миллионов долларов были выведены из кошельков клиентов проблемной криптовалютной биржи Экс. Похоже, были взломаны 900 миллионов долларов, выведенных из серии кошельков, связанных с Экс. После недели, когда основатель Сэм Банкман Фрид подал заявление о банкротстве и подал в отставку. Главный исполнительный директор, пользователи были проинструктированы не устанавливать никаких новых обновлений и удалять все приложения Экс. В соответствии с заявлением на официальном канале Телеграм-компании, цитируем, Экс взломан, приложения Экс являются вредоносными программами, удалите их, чат открыт, не заходите на сайт Экс, так как на нем могут быть загружены трояны. Его собственная биржа для получения средств пользователей, в конце концов, выходит, что криптоимперии Сэма Банкмана Фрида управляла бандой детей на Багамах, которые все встречались друг с другом, ходит. Все читается так, как будто это полное мошенничество. Это вещь грязная и прогнившая до глубины души. Да, я бы точно справилась с этим и без моего диплома по математике. Использую очень мало математики. Использую много, как в начальной школе. Очень важно спокойно относиться к риску. У нас, как правило, нет таких вещей, как стоп-лоссы. Я думаю, что это не обязательно отличный инструмент управления рисками. Попробуй придумать хороший пример сделки, в которой я потеряла кучу денег. Я не знаю, я, наверное, не хочу слишком вдаваться в подробности. Генеральный директор Алмида Кэролин Эллисон, о которой мы только что говорили, получила 10 миллиардов средств клиентов Экс. И проиграла их он. И она была бывшей девушкой СБФ, так что этот 30-летний чувак отдал 10 миллиардов чужих денег своему приятелю. Главный вопрос в том, что он много раз встречался с регулирующими органами, включая Гэри Генслера, в течение последнего года, плюс почему Гэри Генслер не заметил, ха. Вот вопрос, почему Гэри Генслер не заметил, знаете ли вы, что генеральный директор Алмида Кэролин Эллисон, отец Кэролин Гленн Эллисон, заведующий кафедрой экономики Массачусетского технологического института и до назначения в СЭК Гэри Генслер, был профессором практики глобальной экономики и менеджмента. В Массачусетском технологическом институте, так что отцом Кэролин был Гэри, бывший босс Генслера, и они регулярно встречались, фрит, лжец и мошенник. Его личный крипто-токен Экс был по сути схемой Понзы, скрытой под слоями жаргона Мунбро. Он даже участвовал в подкрасте Блумбок и хвастался этим. Да, это случилось. Он использовал свой токен Понзы в качестве залога, чтобы занять миллиарды реальных долларов, которые он не мог вернуть. Затем он использовал эти реальные доллары, чтобы построить империю из умирающих компаний, таких как Лоиджер и Блокфи. Это побудило Джима Крамера назвать его новым Джей Пи Морганом. Это странно. Это не похоже на Джима Крамера продвигать афериста-миллиардера. СБФ продавал людям криптовалюты, такие как биткоин, по крайней мере, они так думали. На самом деле они купили у СБФ долговую расписку. Но до тех пор, пока все не обналичили свои долговые расписки одновременно, эта схема работала. До тех пор, пока этого не произошло. Эта другая дыра, которая ненавидит СБФ, появилась и организовала отрабление банка с помощью нескольких пассивно-агрессивных твитов. Это сработало. У СБФ не хватило денег, чтобы расплатиться со всеми сразу. И теперь его клиенты потеряли все. Он будет рад узнать, что именно так работает каждый банк в мире. Так куда же делись все деньги. Он незаконно присвоил 4 миллиарда долларов, пытаясь спасти свой обанкротившийся хедж-фонд. Упс, это уголовное преступление. Он потратил 21 миллион долларов на рекламу Суперкубка, 5 миллионов долларов на большого парня, 40 миллионов долларов на пожертвования на предвыборную кампанию. Интересно, чего он хотел взамен.